Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Новый год – новая жизнь. Чтобы сбылось все загаданное и задуманное, нужно приложить усилия. Как правильно начинать новые дела, научиться себя мотивировать и добиваться результата? Об этом поговорим сегодня и в нашей студии кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и управления Самарской гуманитарной академии Игорь Акимов. Здравствуйте, Игорь Борисович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вообще можно начать новую жизнь с понедельника, с нового года? И вообще можно ли начать жизнь снова, новую жизнь? Вот такое существует? Ну, такое поверье у нас существует, потому что мы живем в России, и когда-то еще Петр Первый определил указом празднования Нового года. И с тех времен, и до сих пор психологически каждый человек готовит к себя вот к Новому году. Помните себя маленькой и этот запах, да? Мандарины, елка. И каждый человек ждет вот от 31 числа, в ночь с 31 на 1, он ждет всегда чудо. Любой, старый, молодой. Это пора, когда вам дарят подарки не за какие-то заслуги, а просто так, потому что вас любят. Вы окружаетесь в этот день и в эту ночь близкими людьми, близкими по духу, вы загадываете желания, вы все-таки хотите, ну, хотя, может быть, это и языческое, но вы хотите, что проснуться на следующий день и начать жизнь заново. Да, ожидание чуда какое-то существует. Но чтобы чудеса стали явью, и очень много мы загадываем желаний под Новый год, нужно, конечно, приложить усилия, не ждать чудо, все мы взрослые люди. Вот что такое мотивация в человеческой жизни, как правильно себя мотивировать на то, чтобы вот все наше задуманное реализовалось успешно и удачно? Это правильный вопрос, потому что вот именно мотивация, мотивация на жизнь, мотивация на изменения в лучшую сторону своей жизни, к сожалению, у многих людей отсутствует. И мотивация приходит от целей, есть ли от выбора целей, есть ли у нас цели, которые мы ставим на долгие годы. Ведь если мы ставим хорошую большую цель, вот, например, как у вас, домик у какого-то моря на каком-то побережье, это классная большая цель, к которой нужно стремиться. И когда вы видите эту большую цель, вы вынуждены делать правильные шаги, вы вынуждены зарабатывать больше, вы вынуждены продвигаться по карьерной лестнице, вы вынуждены переезжать в какой-то новый город. У вас меняется ваше общество, меняется социум, и вы меняетесь, и вы приходите к этой цели легко. В своих разговорах с своими клиентами, с людьми города Самары, задавая вопрос, что является для вас ценностью, жизненной целью в жизни, люди задумаются, говорят, ну, хочу жить хорошо. И знаете, есть очень интересное произведение, все его знают, «Золотой теленок», где Остап Бендер спрашивает Балаганова, «Шура, сколько вам нужно для полного счастья?» Он говорит, «100 рублей». Говорит, подожди, для полного счастья? А, для полного 4285. То есть вот так он определяет свое счастье. Кто-то хочет миллионы, для кого-то счастье — это большой дом, для кого-то счастье — это внутренняя духовная стабильность, это его семья, это его дети и так далее. Цели, которые мы ставим, они должны быть правильные, они должны быть долгосрочные. Не завтра эта цель должна сбыться, она должна сбыться через какое-то время. И этот путь мы мотивируем себя. Иногда бывают цели, которые никогда не достигнуты. Ведь есть цели, и есть такое старое выражение «прицелься в Луну, через забор обязательно перепрыгнешь». Потому что цель очень высокая, и к ней надо стремиться. То есть вы считаете, что цели должны быть высокими, такими вот, не сиюминутными? Они мотивируют на то, чтобы человек задумывался о большом и делал к этому шаги. Если вам сразу сказать, что вы завтра получите полочку и купите то, что вы хотели всю жизнь, вам не будет интересно жить. Даже с полочки, наверное, не копишь, а вот какую-то сумму выиграешь в лотерее. В лотерею все, вам будет непривычно и как-то неуютно жить дальше. Вот, например, у меня есть товарищ, который мечтает о чао-чао. Это красивая собачка, она такая с синим языком и так далее. Он на телефоне заставка, у него на компьютере заставка этого чао-чао. И как-то один раз в разговоре я говорю, слушай, у тебя скоро день рождения? Давай я подарю тебе чао-чао, твою мечту. На что он сказал, не вздумай, ты будешь главным моим врагом. Я говорю, почему? Потому что иногда мечта должна быть вот какая-то далекая. И она может быть не всегда сбывчивая, но она приятно согревает вас. Я говорю, почему? Я куплю тебе собаку, она будет с тобой рядом. Это твоя мечта. Он говорит, ты представляешь, мне ее надо будет выгуливать. Она будет терять свой пух дома и так далее. А так у меня есть мечта, к которой я стремлюсь, но никогда к ней не приду. И люди должны быть замотивированы на что-то. Кроме мотивации еще должны быть ценности. Мы сейчас живем в трудный период, как раз когда в стране не так хорошо, как нам бы хотелось. Но вы знаете, для того, чтобы достигнуть каких-то целей, нужно выйти из зоны комфорта. Выйти из состояния вот этой расслабленности. И психологи обычно говорят, мы иногда специально выводим человека из зоны комфорта, чтобы он встрепенулся, чтобы он посмотрел на себя с другой стороны, переосмыслил свое положение в дел. Ведь сейчас не секрет, что кому-то нужно 100 рублей, как Балаганову, а кому-то с голубой каемочкой миллион долларов. И переосмыслить, нужно ли тебе это. То есть во всем есть плюсы. Даже в этой ситуации есть плюсы. Их нужно только уметь увидеть. Потому что, вот смотрите, нам сейчас говорят, внешняя политика, нас зажали со всех сторон. Нас нигде не принимают, с нами пытаются не заигрывать, а принизить и так далее. Но нужно обратиться к ценностям. Ведь у каждого человека должны быть ценности. И ценности не только в том, чтобы была машина, квартира, дача и так далее, а еще общедуховные ценности. Игорь Борисович, я вас перебью. Вот последнее исследование Левада-центра. Значит, следующее. Главная проблема – инфляция волнует 70% опрошенных. Все, кроме экономических трудностей, отошло на второй план, констатирует эксперт. Вот как вы можете прокомментировать этого, что людей больше всего волнует инфляция, экономическая ситуация. Это нормально или не очень? С одной стороны нормально, с другой не очень. Почему? Вот первое – нормально, потому что люди провалились по своим. Мы в последние годы уже привыкли отдыхать на курортах за границей. Мы привыкли, что доллар стоит столько-то и не может быть выше. Мы привыкли жить не очень правильно. Мы занимаемся потребительством. Сейчас нефть рухнула. Мы оказались вынуждены поднимать сельское хозяйство, промышленность и так далее. Вроде бы как люди говорят 70%, что только деньги. Но 30%, которые так не думают, они понимают, что это выход из комфортной зоны. И наши противники заставляют нас жить по-другому. Это поднимать экономику, задумываться о нашей промышленности, которой практически уже нет. Мы – город, который всегда гремел и был авиационным городом, был авиационно-космическим комплексом. Сейчас, к сожалению, настоящих рабочих профессий-то нет. Они были. К сожалению, возраст рабочих на заводах за 50 лет, а смены нет. Хотя я как раз несколько раз встречался на авиационных предприятиях и был на авиационном техникуме. Как раз мы проводили совместное совещание. Вы знаете, сколько сейчас зарабатывает средний рабочий на заводе? Нет. От 40 до 120 тысяч. Если он квалифицированный, если он хочет работать. То есть нужно искать что-то другое. Да. И мы должны перестроиться, потому что мы были всегда ориентированы. Нефть, доллар такой-то, и у нас все хорошо. Мы вышли из зоны комфорта. И теперь, и на нынешнем периоде, люди как раз должны переосмыслить себя, перепрофилировать и все-таки обратиться к ценностям общечеловеческим. Но все равно мы начинаем с себя. И вот как вот без какого-то такого большого морального вреда и ущерба выйти из этой негативной критической ситуации? Вы знаете, мне кажется, это не только духовные ценности помогут ориентироваться на что-то там высшее или ближний круг, а еще и физическое какое-то состояние. Не только души, а тела. Вот на это можно вот как-то переключиться тоже, и когда ты там чувствуешь себя сильным, активным, в хорошем здравии, то это тоже тебе поможет как-то в такое даже негативное время. Очень хороший вопрос. И, к счастью, наше правительство и президент, как мастер спорта подзюдо, тоже правильно расставляет акценты. И, посмотрите, с этого года, ну, с середины этого года, мы переходим на комплекс ГТО. Готов к труду и обороне. Это классный комплекс, который развивает человека. Ведь посмотрите, как мало стало у нас кружков, как мало стало у нас стадионов. И мы за несколько лет отошли от развития спорта, от физического воспитания. Посмотрите, как много стало на улицах людей, которые в последние годы страдают повышенным ожирением. Они какие-то более полные и так далее. Сейчас правительство и население стали склоняться к тому, что открываются фитнес-центры. Вот эти вот комплексы ГТО. Развиваются там лыжни, проводятся марафоны. Это все в тренде. Скажите, пожалуйста, это здоровый образ жизни? Да, мы к нему, сейчас мы на него ориентированы. Для вас здоровый образ жизни, что это? Отлично. Для меня здоровый образ жизни, ну, в свете того, что мы сейчас подходим к Новому году. Нет, мы уже перешли к Новому Старому году. Для меня именно здоровый образ жизни – это каждый день проходить не менее 10 километров. Ну, топайте. Если вы сейчас возьмете, наденете себе браслетик на руку, то вы увидите, что вы 8-10 километров проходите, если вы не на машине. Я стараюсь субботу-воскресенье проводить на набережной. У нас шикарная набережная. И посмотрите, как она преобразилась. Сколько молодежи, особенно в летнее время, катаются на роликах, на велосипедах. Сколько много появилось молодых мамочек. Посмотрите, вот кроме физического воспитания, еще и правительство обратилось к возрождению населения. Ведь у нас сейчас по Самаре, я знаю, я не говорю там о каких-то других областях, я знаю, что по Самаре средняя молодая семья имеет двух детей. И они не хотят останавливаться. Да, правительство стимулирует деньгами, какими-то там льготами, но еще идет и развитие нашего потенциала, как граждан России. Вот вы профессионально занимаетесь еще психологией управления. Я хочу сейчас такую цитату вам зачесть. Это Ицхак Адизис, мировой гуру менеджмента, научный консультант, отчетный доктор Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Вот по его наблюдениям. Из года в год я наблюдаю в российских компаниях одну и ту же картину. Если в комнате присутствует высшее руководство, в аудитории воцаряется молчание, все ждут, пока начальник не скажет свое слово. В результате мозги подчиненных просто не используются. Люди привыкли бояться и предпочитают сидеть тихо. Многим руководителям, как ни странно, это нравится, им приятно, что все зависит только от них. Вот я хотела у вас уточнить, как вы ориентируете сегодня молодежь в этом направлении, потому что быть предпринимателем, менеджером, нужно все-таки такой вот я, свою сильную, свою индивидуальность развивать. А тут у нас такая всероссийская тенденция, по словам эксперта. Еще раз обращаясь к тому же Петру Первому, один из указов, я точно его не помню, но содержание следующее. При виде своего начальника подчиненный должен иметь вид придурковатый. Да, есть такое. Да, и так далее. Ну, это, к сожалению, вот еще в компаниях, где руководители от 50 лет и выше, где руководитель является таким столбом, который требует непреклонного подчинения. Сейчас очень много молодых компаний и очень много тренинговых центров образовалось на территории Российской Федерации. И очень сильно, и вот мы на кафедре управления читаем дисциплину, которая называется психология управленческого консультирования, где многие компании, которые начинают стагнировать, начинают останавливаться в своем развитии или начинают рушиться, обеспечиваются вот такими консультантами, бизнес-экспертами. Это компании, ну, сейчас, как правило, в Самарской области еще таких компаний нет, или они в зачаточном состоянии, а в Москве очень развито. Это вот эти бизнес-экспертные компании, они берут свое начало из Европы, и они являются консультантами для компаний, которые не очень устойчивы на рынке. Это взгляд со стороны. И очень много, я сам часто выезжаю в такие компании, консультирую именно психологическое консультирование, осуществляю и всего подразделения, которое рухнуло, или самого генерального директора, как ему правильно вести себя и так далее. И вот явно видно взгляд со стороны, когда ты смотришь извне на компанию, где руководитель сильный и не слышит, как меняется обстановка. И нам приходится рекомендовать, настойчиво рекомендовать этим руководителям прислушиваться. Ведь не секрет, что в компаниях, особенно в которых занимаются продажами, очень часто бывают три уровня менеджеров. Это звезды, это лошадки, которые тянут. Рабочие. Да. И это балласт, который висит. И вот эти звезды, они зазвездились, как говорят. Они бегут вперед, они делают половину плана, они успевают всего. Но те умные идеи, которые, вот эти лошадки, на которых выстроено все, не слышат наши руководители. Иногда приходится им напоминать. И абсолютно правильно. Движение должно происходить коллегиально. Потому что принятие, да, генеральный директор или президент компании, он, конечно, последнее слово за ним. Но обязательно на коллегии нужно выслушать всех и обязательно проанализировать. Потому что бизнес сейчас так устроен, что нельзя в одиночку решать вопросы. Ну, если вы, конечно, не госучреждение. Понятно. Вот такая черта, как страх. Ну, вот это, может быть, ментальность. Да, тут вот он объясняет причины, почему вот у нас сидит этот страх. Я имею в жителях России. Да, вот как изжить из себя страх не только вот всей страной, а лично каждому. Страх перед там наступающим днем, который не будет там для тебя светлым и там лучезарным и очень там денежным и так далее. Страх перед тем же начальником. Вот страх, вот как психолог. Как вы скажете, вот как начать с ним бороться, с чего? Страх, ну, прежде всего, надо начать бороться с себя. Потому что вот что такое я? Я должен сначала быть согласным с самим собой. Так. И только если я уверен в своем я внутреннем, тогда я могу сказать начальнику правду, что он не прав. Если я уверен сам в себе. А если вы в себе говорите, ну, может быть, это не надо делать? Ой, сейчас опять начнется. Если вы уверены в себе, что вы говорите правду, что это нужно компании и окружающим, начните с себя. Посмотрите в зеркало и скажите себе правду. Подружитесь сначала с собой. И только после этого вам весь мир тоже начнет отзываться на ваше... А как найти вот в себе это внутреннее я, начать с ним общаться, работать? Вот как? Что это такое, наше внутреннее я, чтобы с ним подружиться? Надо же его определить? Нужно определить. Мы, к сожалению, долгое время нам не рассказывали и не преподавали все это. И, как многие говорят из нас, сначала нужно полюбить себя. И все говорят, ха-ха, ну вот так и растут эгоисты. Любовь к себе и эгоизм — две разные вещи. Если вы полюбите себя, вы полюбите своё душевное состояние и физическое состояние, вы начнёте меняться, да? Вы посмотрите в зеркало и скажете, о, мне вот здесь надо подкачаться, здесь надо побегать, здесь что-то потянуть, да? Духовное состояние. Вы, если подумаете, согласны вы с собой или нет, вы почитаете какую-то книжку, а лучше всего, и сходите ещё хотя бы раз в месяц в церковь, вы обратитесь к Богу, потому что это тоже правильно. Ведь церковь была создана для того, чтобы не было беспредела. И когда вы слушаете себя и свою душу, вы тоже начинаете приходить к общему знаменателю, к любви к себе. Ведь человек, который любит себя, может запросто полюбить другого. Вот объясните, пожалуйста, вот эту вот православную такую истину, возлюбить себя как ближнего своего, да? Вот это как понять вообще? Если вы в себе уверены, если вы сами с собой в дружбе, то вы с удовольствием эту любовь распространите на своих близких. А ваши близкие — это кто? Ваша вторая половинка. Это ваш муж или там ваша жена. Это после этого ваши дети. Причём, знаете, иногда семьи поступают очень неверно. Они всё отдают. И папа, и мама отдают всё детям. Всю любовь, все деньги, всё-всё-всё-всё. Это неправильно. Они растят эгоистов. Потому что научитесь любить свою половинку. Ведь только вы вдвоём должны любить и отдаваться полностью этой любви. И это приведёт к тому, что ваши дети начнут смотреть и дублицировать на себя, проецировать на себя, вашу любовь к ним и строить отношения в своей семье так же. Если мама с папой утром целуются и говорят «доброе утро» или «добрый день, дорогой» и так далее, то дети поступают так же. И потом своим детям передают так же. Если вы любите своих родителей, то у вас связь со всеми родственниками, и это всё передаётся. Вы не оторваны. И ваши дети через какое-то время не бросят вас, потому что они видят, как вы относитесь. Мы всё дублицируем друг на друга. — Вот, к сожалению, вы уже сказали, что есть такое, что растят эгоистов из детей, из подростков и так далее. Как недавно кто-то пошутил, родители обеспечивают своих детей до пенсии. До пенсии самих детей. Да, да. До пенсии самих. Вот как... Почему это, во-первых, произошло психологически? Начали родители так к детям относиться, если проанализировать. И как это всё прервать, этот круг? — Вот. Произошло почему? Потому что, вот мы уже с вами сказали о том, что произошло потому, что... — В зоне комфорта все оказались. — Ребёнку всё время отдают всё ради того, чтобы у него всё было. Многие из моих знакомых говорят, надо купить джип ребёнку. Я говорю, а почему? Может, ему проще заработать? Не-не-не. Потом заработает, а пускай пока ездит на хорошей машине. И так далее. А сами ездят на не очень хороших машинах, да? Я говорю, а почему вы сами? Ну, мы перебьёмся. Мы отдаём человеку всё, и он воспринимает это как должное. И что такое эгоизм? Эгоизм — это себя любит. Это такое, знаете, я в центре. Я в центре всего. Я... Только для меня крутится этот мир. И очень трудно вот это исправить. И когда... Ну, видите, опять начинается с нашей гиперлюбви к детям. Потому что люди не видят, наши дети не видят, как мы друг к другу относимся, как мы не ссоримся, как мы улыбаемся, как мы вместе отдыхаем, как нам весело, как грустно и так далее. И как вывести из зоны эгоизма человека? Да так же. Нужно его вывести из зоны комфорта. Да, он будет обижаться. Да, любой человек будет сопротивляться тому, что ему не нравится, что ему некомфортно. Но нужно вывести из зоны... Да, это не значит, что там выгнать его из квартиры, да, и сказать, где хочешь там и живи. На хлеб и воду посадить. Да, но рассказывай о том, что тебе будет легче, потому что если мы не научим их жать, то, правильно вы говорите, тогда пенсию придется. До самой пенсии еще и пенсию им платят. Вот я сейчас подумала, ведь эгоистам самим им очень сложно в жизни, потому что они любят себя, но их-то ведь не любят. Ведь люди не любят эгоистов, если он живет только для себя, если он видит только себя, то люди-то ему тоже не дают, не отдают. Да, причем люди не просто их не... ну, эгоистов не любят, они их жалеют. Они вызывают, даже если в семье муж и жена, и муж-эгоист, жена с ним живет из жалости. Из жалости, что он не способен без нее жить. Потом из жалости, что есть еще дети. Но дети видят отца-эгоиста и сами на себя начинают проецировать эгоизм и так далее. Да. И, кстати, вот вы упомянули про церковь. Ведь именно церковь тоже может способствовать тому, чтобы человека вывести из этого эгоистического состояния, когда он увидит, что не он один тут пуп земли, а еще существует рядом. Да. И, кстати, вот про церковь я могу еще сказать, что вот... ну, я каждый год уже на протяжении 25 лет хожу и кунаюсь в проруби в Иордане на крещение. Да, я делаю это один раз в год, но вы понимаете, что это очередной шаг к своей душевному спокойствию. И вы не представляете... Вы ни разу не пробовали? Нет, пока не решилась. Попробуйте хотя бы один раз, потому что вы не представляете какое-то душевное испытание. Нас целая команда ходит, мы каждый год, там человек 15 нас, и все равно находятся 2-3 человека, которые раздеваются, подходят к проруби, говорят, не готов, и отходят. Это испытание, потому что вы представляете, как трудно в холодную воду залезть. Но самое... вот для чего я хожу? Потому что самое великое, это когда ты выходишь из проруби и думаешь, господи, все это закончилось. И через 30-40 секунд вдруг внутренний взрыв. И от вас начинает идти пар. Вам становится настолько жарко, потому что кровь приливает, и вот в это время происходит вскипание крови до 40 градусов, и я уже много лет не болею. Тут вот фу, конечно. Потому что... Не болею, потому что происходит ощущение крови. Ну вот еще здесь такой момент, наверное, преодоления себя. Ты чувствуешь что-то сильное. И вот церковь тоже подталкивает не к тому, чтобы ты там уверовал, а к тому, чтобы ты испытал еще раз себя, чтобы ты опять согласился с самим собой. Договориться надо, потому что не просто подойти и плюхнуться. Да, ну вот у нас осталась буквально минутка. И чтобы резюмировать все-таки, вот про мотивацию у нас получается, что есть, к чему мы можем обратиться, к великим ценностям, и духовным в том числе, и физическую свою форму поддерживать. Вот главный рецепт, чтобы все, что мы загадали на Новый год, все-таки реализовался. Это какой? Вот если все это резюмировать. Человеку как себя взять в руки и прожить достойно в нашей непростой ситуации? Ну да. Ну только в сказке бывает, да, что мы утром проснулись, и у нас все новое, все, и жизнь новая, и лицо новое, и тело новое, и так далее. К сожалению, так не бывает в жизни, но я бы хотел порекомендовать людям, да, есть такие языческие вещи, как, ну, многие даже из моих знакомых делают, они берут, загадывают, пишут бумажку, сжигают и выпивают там, да, шампанское, и считают... Все-таки вот если подумать, да, что они пишут? Они пишут свои желания. Так вот надо эти желания исполнять, построить план, как прийти к этому желанию, и все будет. Я хочу порекомендовать, ну, поздравить всех с Новым годом, и хочу пожелать в следующем году всем самарцам и Самарской области поверить в себя. Просто поверить в себя, поверить в то, что я смогу, я смогу, и у меня все получится, и тогда все получится у каждого из нас. Год следующий, год высокосный, мы в нем будем жить на один день больше, поэтому можем сделать светлых, хороших дел побольше. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам, рассказали о том, как преодолевать жизненные трудности и решать свои задачи, а мотивации, что тоже очень важно. Спасибо и вам за внимание, всего хорошего, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова